Увертюра и каратория Генделя Мессия стартовал 9-й зимний международный фестиваль искусств. Затем на сцене зимнего впервые выступил иранский пианист Рамин Барами. Музыкант исполнил первый концерт для клавира Баха совместно с Камерным оркестром солисты Москвы. Каждый год фестиваль радует публику не только величественными произведениями классиков, но и современными стилями и музыкальными направлениями. Так, сочинцы первыми в России услышат тунисского композитора и этноисполнителя Джафара Юсефа. Премьерную программу покажет и барочный ансамбль Саквадро Итальяна, новый и постоянный гости фестиваля, всемирно известные музыканты, певцы и композиторы, а также представители российского и мирового исполнительского искусства молодого поколения. Японка тоже победитель конкурса Чайковского, по-моему, первой премьерной. Акика Суланай, она очень популярна и известна и в Японии, и в других странах. Она тоже считает, что это для неё очень престижное выступление. Надеюсь, что вы будете получать удовольствие, потому что очень разнообразная программа, много акцентов интересных. Ежегодно фестиваль проводит и балетный вечер. В этом году он посвящен памяти балерины 20 века Анны Павловой. В фойе Зимнего театра работают и выставки «Странствия Гарольда», построенные на фондах Государственного литературного музея, а также видео-арт «Эхо-эко». Фестиваль представляет и образовательные программы для молодых музыкантов, и жанр музыкально-поэтической композиции. Они пройдут в зале органа и камерной музыки. «Музыкальной визиткой нашего города и музыкальной доминантой, безусловно, служит Юрий Абрамович Башмет. Потому что то, что происходит в рамках фестиваля Башмета, это грандиозно. Это то, что придаёт особый лоск нашему городу». Зимний форум славится разнообразием культурных программ, музыкальных стилей и направлений, а также этнических и театральных искусств. Всё это в традиционные сроки с 12 по 21 февраля сочинцы и гости курорта смогут увидеть на нескольких городских площадках. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.